Привет, добро пожаловать в Покет Бис, симулятор колодии. Я пчеловод на Эль, я помогу вам сделать первые шаги в увлекательный мир пчел. Как я могу к вам обращаться? Ну, примерно вот так. Подтвердить. И... Так, друзья мои, что у нас здесь такое? Приятно познакомиться, Рэй Моррис, а вы первая пчела Трутень колодии. Нам следует построить камеру переработки мёда. Постройте камеру переработки мёда, используя меню колонии. Так, меню колонии. Ой, смотри-ка, я могу управлять пчелой. Что там надо было построить? Комната производства мёда. Создание мёда это важная задача для пчел Трутей. Они кормят мёдом развивающихся личинок, также мёд им нужен как еда, запасаемая на зиму. Добыча нектара и производство его в мёд требует слаженно работы всех пчел колонии. Ну, допустим. Хорошая работа. Теперь мы поищем еду, пока камера строится. Идите направо и выйдите из гнезда. Давайте следуем внешний мир. Давайте следуем. Давайте и следуем, наверное, вы хотели написать. Ну что же. Пчелка моя выходит наружу. Вы должны быть аккуратны. Снаружи здесь шнуруют осы и различные хищники. Теперь ищите цветок для сбора. Вы можете использовать мини-карту, чтобы найти его. Оказавшись там, добудьте нектар при помощи кнопки действия и принесите его в гнездо. Так, ну и где у нас тут, например... Ну, я вижу вот какой-то цветочек. О, роза. Так, мы должны собрать с тобой, да? Извлечения. Ага. То есть вот у нас нектарчик есть. Так, допустим. И мне нужно... Хорошо, теперь бросить нектар в камеру переработки меда. Вопрос. Вот эта вот камера переработки меда? А, вот, скорее всего. Идет обработка меда. Вы только что обработали свой первый мед. Теперь вы можете вывести первую пчелу трутня, используя меню пчелы. Так, ну давай посмотрим. Рабочие. Так, пчелы-солдаты. Ну, я так понимаю, мне нужен рабочий? 14 секунд, я подожду. Мне не тяжело. Слушай, а вот это что такое у нас здесь? Вырастить два цветочка, победить восемь ос, добыть 14 ресурсов, выиграть две битвы против другого игрока. Хе-хе-хе. Так. Новая пчела-трутень родилась, и мы должны назначить наврожденному задачу для выполнения. Для этого откройте меню пчелы. Вы сможете назначить действие своим пчелам трутням. Вопрос. Ну, поручите наврожденному добывать нектар и приносить его в камеру переработки меда. Как вы сделали это ранее? Нажмите первую кнопку добычи для назначения вашему рабочему задачи добычи нектара. Нажмите «Подтвердить», когда будете готовы. Но... Нет цветка. О, кажется, что пчела не знает, откуда ей добывать нектар. Вам следует показать ей. Мы должны установить цветок как источник для сбора нашим рабочим. Для этого вернитесь на поверхность «Выберите цветок» и нажмите кнопку «Источник». Попробуйте отправить пчел на добычу снова. Ты серьезно? Хорошо. В общем, я теперь как папочка здесь, да? Должен показывать, кому чего собирать. Ладно, где-то тут у нас роза была. Кто-то тут, по-моему, уже летает возле этой розы, да? Ну вот, например, мы сделаем так. В плане, нет. Вам нужна камера для хранения этого предмета. Подожди. Вот этот цветок я могу как-то вот обозначить? Нет, пчел-солдат. Но это мы извлекаем сами. Вот это что? Источник ресурса обновлен. Ага, вот он как. Ну-ка. Подтвердить. Отлично. Теперь ваш рабочий будет добывать нектар, пока вы не назначите пчелки, другое задание или не закончится источник. Помните, что вы должны установить источник для любого нового ресурса, если ваш текущий источник исчерпан. Выполните первое задание из меню квесты, и мы встретимся снова, когда вы улучшите комнату выведения. О, даже как. Я полетел, друзья мои. Так, я надеюсь, эта пчелка будет работать или нет? По идее, она должна работать. А мы с тобой сейчас принесем медочек. Выкладываем. Ага. Так, и я могу, наверное, еще, да? Могу, конечно. Так, пошел я, короче, опять за медом. Слушай, а вот это вот что означает, ребят? Так, пчелы вернулись из добычи. Получены ресурсы. Один. Так, погоди-ка секунду, а я должен вот так вот каждый раз, или она все-таки будет на автомате летать и собирать этот мед? Ну, здесь-то понятно. Я сам собираю. А эта пчела, видимо... Угу. То есть я могу... подтвердить. Пускай летит. Так, слушай, по-моему, тут... Помимо нас еще кто-то летает. Хе-хе-хе. Ладно. Ничего страшного. Так, а это, я так понимаю, королева, да? Вот это вот внизу королева. Видишь, даже тут корона нарисована. Я ведь не ошибаюсь. Ты кто? Ты ведь королева, я ведь знаю. Так, а что нам нужно сделать? Вырастить два цветка. Вырастить два цветка. Победить восемь ос. Вопрос у меня сразу возникает. А каким образом я должен вырастить два цветка? Слушай, слишком много пчел там летает, по-моему. О, смотри-ка. Смотри, смотри, смотри. Тут какой-то враг летает, видишь? Черепундель. Какой-то нарисован. Так, ладно, собираем с тобой. Замечательно. Так, а я должен постоянно, да? Нет. Этот цветочек у меня уже все помеченный, поэтому все у нас великолепно. Так, пчела, ты давай лети. Ну, слушай, самое удивительное, что здесь нельзя кнопки расставить, как обычно. Тут именно управляется все мышкой. А если я, например, сюда принесу нектары? Могу я так сделать? Что я сейчас... Что я сейчас сделал? Большущую глупость. Я просто выбросил мед. В непонятном, извини меня, направлении положения. Просто выкинул и все. Блин, мне не нравится, там кто-то крутится возле нашего этого. Пчелки, я не могу понять, почему вы... Ага, летают, собирают. Давай, давай, лети. Ну, лети. Так, пчелы вернулись с добычей. Мы получили с тобой два ресурса. Я этому очень рад. Сейчас я еще тоже ресурсик здесь выложу. Так, есть свободный рабочий. Ну, я вижу два рабочих свободных. Вот смотри внимательно. Вот здесь вот у нас идет обработка меда. А там я просто выкинул. Глупость, конечно, сделал. Так, ну что, здесь у нас есть добывать. Добывать. А вот это что означает? Вам нужна камера для хранения этого предмета. Не знаю, что это такое. Пчелы-солдаты. Ничего себе, чтобы создать, нам нужно с тобой 15 меда. Поэтому давай-ка мы, наверное, с тобой закажем. Так, королева уже откладывает яйца. Ну да, друзья мои, я был прав. Это все-таки королева. Есть свободный рабочий. Так, а свободных рабочих у меня вообще сколько? Где отображается их количество? Так, ребятули, быстренько идем на добычу. Конечно, здесь можно все за геймы закончить. Как говорится, в быстром режиме. Но я не буду. Причем я добываю намного быстрее, чем эти пчелы мои, да? Посмотри, как я летаю и как они там. Еле-еле все делают. Так, ну-ка я сейчас, ребята, обработочку сделаю. И хочу посмотреть, что вот тут у нас. Комната производства меда. Так, следующий уровень. Максимально нужна соточка. И максимально нужно 10 рабочих. Улучшение. Недостаточно ресурсов. А, тут еще вон что у нас есть. Комната выведения. Так, комната выведения, где в сделанных рабочих сотах развиваются яйца, личинки и куклы. Также некоторые из сот в этой части гнезда содержат пыльцу, нектар или мед. Используемые для кормления личинок. Королева тратит почти всю жизнь здесь. Так. Ага, вот, ребята, хранилище пыльцев. Хранилище воска. И также хранилище пчелиного клея. Ну, нам вначале хотя бы здесь нужно улучшиться. Для этого нам нужно 100 и 10. В общем, выводим еще с тобой рабочих. Безработяк нам здесь с тобой. Что там написали? Улучшить камеру нужно, да? А я не смогу, потому что нужно 10 меда. Ладно, друзья мои, мне не тяжело. Вот поверь мне, летать туда-сюда я прям балдею. Видишь? Единственное, конечно, да, меня немножко напрягает то, что... Тут один цветочек. Там, кстати, смотри, какая-то... Капелька, что ли, воды? А вдальки, кстати, у нас с тобой даже рюкзачок есть. Прикинь? Инвентарь. Так, роза. Нектар, пыльца, воск. Вот это что может означать? Не знаю, ребята. Можно создать что-то. И помимо того, что создать, тут еще есть, смотри-ка, команда атаки. Слушай, а здесь же есть цветочек. Ух ты, а что это такое? Ну-ка, надо будет проверить. Это какой-то... По-моему, друзья мои, там я нашел... Мед. Слушай, а у нас, по-моему, тут свободные рабочие есть, я смотрю. Так, или это сок древесный, или еще что-то. Сейчас мы с тобой проверим. Что же это такое? А ну-ка. Это смола, пьет. А вот это уже интересно, смола куда нам нужно? Вот проверим. Если я, например, сюда же положу. Ничего страшного не случится. Пчелы вернулись. Так, а смола сюда не идет. А может быть здесь? Куда ты пополз? Опа. Так, друзья мои, смолой мы можем плеваться. Слушай, ну ведь, по-моему, здесь что-то выполнено. Так, добыть 14 ресурсов. Ну-ка, здесь. Постройте комнату производства. Это мы сделали. Так, принесите нектар. Это мы сделали. Создайте двух пчел трутней. Это мы сделали. Постройте хранилище нектара. Это мы с тобой сделаем. Так, сейчас я опять же сюда отправлю всех рабочих трутней. Непонятно, сколько у этой розы вообще нектара, если честно. Я как бы не вижу. Добывать. Так, вам нужна камера для хранения этого предмета. Тут у нас пятеро, да? Четыре минуты. Так. Ну, это закончить я пока не буду. Так, улучшите камеру переработки меда. Для того, чтобы нам с тобой дальше строить, развиваться, да? Нам нужно улучшить камеры. Вопрос. Как улучшить нам камеры? Пока я несу только нектар. Вот. Улучшить. Ага, нам нужно с тобой десять меда. И у меня сразу возникает вопрос. Если мы перерабатываем с тобой вот это вот. Или это... Подожди, секунду. Эта капелька похожа на наш цветочек. Слушай, дай-ка я вот этого гаденыша попробую прогнать. Как думаешь, получится? Набираем с собой смолу. Смотрим внимательно. И как-то это должно у нас... Это кто-то? Это паук? Воу-воу-воу-воу. Так, ребята, ну-ка. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А что я рыжу-то? Сейчас там никак звезда нет. Будет смеху-то. Ну, максимум, что я делаю, это просто его оглушаю. Ладно, пошел я, короче, добывать пыльцу. Мне когда здесь... Какая пыльца? Мед? Нектар. Называй это как хочешь. Слушай, а вон там вот что? Все-таки надо пролететь вот сюда и глянуть. Что у нас тут? Ага. Ой! Нет-нет-нет-нет-нет. Как же так-то? Как же так? Я утонул. Я думал, что... Фух. Хорошо, что я хоть бессмертный. Я думал, что это, знаешь, ну просто мы с тобой по водичке ходим. Ладно, я буду знать теперь, что мы с тобой можем утонуть. Так, нет пчел-солдат. Нет, все понятно, эти добываем, да? Эти добывают у нас. Бонус к добыче улучшить. А что? Вот это что такое, ребят? Позволяет увеличить максимум пчел-солдат, следуемых за вами. Нам нужны будут какие-то камушки, что ли? Или что это? Вот что это за ресурс? Я без понятия. Но мы узнаем с тобой, согласись. А паук-то опять все-таки ужил. Мне кажется, у нас будет задание, когда мы с тобой сделаем армию пчел. Надо будет атаковать, наверное, этого паука. Вот смотри, я принес, да? Выкладываю. И еще идет обработка меда. То есть мы мед с тобой делаем. Блин. Нет, пчел-солдат. Так, с этим я вроде бы разобрался. Использовать инвентарь. Мед. Нектар. Значит, это нектар. Но как мне его накопить? Как мне копить нектар? Давай-ка мы посмотрим. Может быть, что-то здесь я упустил? Королева. Тут написано. Бросаешь нектар, получаешь мед. Слушай, а если я возьму сейчас вот этот самый нектар и не брошу на переработку, а просто сброшу рядышком. Просто в улей скину и все. Давай проверим, что из этого будет. Если он будет копиться у нас потихоньку, тогда у нас будет первое хорошее улучшение. Вот смотри. Например, я его здесь брошу. Это было глупо. То есть я его бросил, но... Оно исчезло. Может быть, нам нужно 50 насобирать мед, а после этого у нас что-то поменяется. Ну, тут только, ребят, проверять. Тут только проверять и... Пчелка, что-то ты не летишь. Иногда, бывает, она, ребят, подвисает. Но я думаю, что ничего страшного. Так, сбрасываем. Да, здесь идет обработка. Так, я все-таки попробую... Пчелы вернулись. Так, у нас 18. Меня такой расклад не устраивает. Естественно, я их, друзья мои, дальше... Отправлять буду. На добычу. А пока они будут вместе со мной добывать, я попробую посмотреть, можно ли все-таки поменять раскладку и летать не с помощью мышки, а, например, с помощью клавиатуры. Так, ну что, пчелки? Быстренько на добычу. Быстренько. Роза 57. На максимум поставить, да? Все, подтвердить. Мы уже можем с тобой создать пчелу-солдата, кстати. Слушай, смотри, вот, видишь, здесь написано вам нужна камера для хранения этого предмета. То есть, для того, чтобы хранить нектар, нам нужна камера. Камеры вот у нас, да? Так, десяточку. Ну что, пойдем теперь создадим с тобой вот эту камеру. Десять у нас меда есть. Сейчас мы с тобой проверим. Так, создать. Точно, ребята, вот она делается. Тут создается. Вот только где она будет находиться, я не знаю. Так, ну что, я пока займусь кнопками. Так, улучшение завершено. Ага. Ребята, все, я поставил на кнопках управления. Так, а что вот здесь у нас? Завершено? Нет. Постройте хранилище нектара. Значит, теперь мы можем с тобой либо мед, либо нектар. А нектар нам нужен для чего? Давай-ка проверим еще разок. Он это производство меда. Чтобы улучшить, нам нужно с тобой десять. Десять нектара. Десять нектара. Так, а рабочих у меня всего лишь пять. Короче, сейчас они здесь пособирают медок. И мы с тобой знаешь, что сделаем? Отправим их за добычей нектара. Ну-ка проверим, как это все работает у нас. Куда-то пошла. Ну-ка. Сохранение. И смотрим. Да, все четенько работает. Десять штук мне понадобится. На первых парах. Для того, чтобы улучшить. Слушай, тогда мне нужно будет больше рабочих. И мы сейчас с тобой этим и займемся. Так, ага. Нам нужно улучшить камеру переработки. Камеру переработки улучшаем. Только после этого у нас все, друзья мои, получится. Так, ладно. Я сейчас буду один тут горбатиться пока. У тех, кстати, сколько времени-то еще? Целая минута они там будут шоркаться. Жалко у моей пчелки нету какого-нибудь супер-турбо-ускорения, чтобы она летела как электровенник. Причем подлагиваю почему-то только я. Эти пчелы летают нормально. И забирают они слишком долго, согласись. В отличие от меня. Мне слишком быстро получается. Я, наверное, продвинутая. Самая продвинутая пчелка из всех. Так, выкладываем. Да и цветочек бы хотелось бы, чтобы где-то поблизости у нас был. А представляешь, когда кончатся ресурсы у него? Что тогда мы будем делать? Искать цветы? И, наверное, будет битва за каши цветочек. Скорее всего. Так, ну что, я так понимаю, ребята, скоро они... Закончат сбор через минутку. И, как видишь, у нас максимальное количество пока 5 пчелок из 5. Но вот здесь показано количество их. Так, нектар выкладываем. Можно будет даже разделить. Например, если будет 6 пчел. Так, вот, ребята. Теперь смотри. Теперь мы можем им заказать... Да, вот так вот, по полной программе. По максималке. Пускай летят. Сколько будут добывать? Опять же... Целых 4,5 минуты. Так, это что у нас такое? Так, изменение имени. Так, жетоны битв. Скины. Ежедневный пакет. Ну, мы, естественно, перебьемся без этого всего. Блин, 5 минут они будут добывать, а? Ну, ты посмотри на них. 5 минут! Я быстрее за это время сам тут накоплю именно 10... ...нектаров. А как только мы с тобой... Подожди, кому что-то здесь... Ага, но ведь это завершено, завершено. Это мы... А здесь? Вот. Так, а это когда мы, ребята, соберем... ...все 4 задания. Мы... ...возьмем куш. Так его назовем. Ну, я так понимаю, у нас в дальнейшем, наверное, будут какие-то другие проблемы. Сейчас мы... ...обучим всех этих... ...малышей, да? В своей работе. А дальше они уже будут там, наверное, сами... ...продвинутыми. Поэтому... ...смогут обойтись и без меня. Мням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Поедает с такой... ...жадностью. Вот сейчас вот-вот заберут у нее все это. И паук, который здесь на дереве, все-таки, ребята, мне не нравится. Либо мы будем от него отбиваться, либо мы его действительно будем бомбить. Ну, такое задание нам скажут. Победи паука. Так, слушай, подожди, что нам нужно? 10, да? Здесь... ...следующий уровень. Нужно будет 25... ...мёда. Так, а здесь нужно будет уже пыльца. А здесь... ...и то, и то. Это хранилище пыльцы. Хранилище воска. Это клей. Это, друзья мои, пчелиный клей. То есть... ...все экологически чистое, никакого. Блин, а для чего, интересно, там вот эта вот вода? Фонтанчик, в котором я плюхнулся. Зачем он там вообще нужен? Воду собирать. Так, давай, выложим и... ...полетели. Тут осталось-то всего лишь два нам нектара достать. И все. А все это делается для чего? Естественно, друзья мои. Чтобы повысить нашу популяцию. Пока у нас всего лишь... ...пять работяг. Пять работяг, один цветок. Нам нужно с тобой расширять будут границы. Скорее всего. Ну, куда ты поползла? Куда ты поползла? Выкладывай. Так, это у нас получается девять. И за последним. Ребята, вам, наверное, покажется это слишком монотонно. Ну, мне кажется, что это только в начале так будет. Потом будет, наверное, весело. Да, были бы у меня кристаллички лишние. Конечно, я бы все это заканчивал с помощью них. Но пока и так нормально. Ну что, будем расширять? Ведь могу? Так, и будет максимальное количество десять. Три минуты будет улучшаться. Погнал я дальше. Так, ну что, мед у нас пока есть. Значит, мы с тобой дальше продолжаем собирать нектар. Слушай, а может быть вообще полетать просто и посмотреть, что есть? Ага, я вижу вон там цветок еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри. Это, это не дружественные ребята. Совсем не дружественные. Так, а что у нас можно еще сделать? Ну-ка. Так, пчелы вернулись с добычей. Мы можем с тобой улучшить. Так, это еще пять минут, да? Так, давай приблизительно подумаем, что нам дальше нужно будет. Так, это улучшается. Здесь. Так, комната выведения, да? Значит, нам нужно вот это вот хранилище пыльцы. То есть, получается, нам надо будет и мед, и это. Так, получается, значит, все идут за пыльцой. Все пускай летят за пыльцой. А я, как самая умная пчела, буду сейчас делать армию. Ну, не армию, а трутни. Потому что у нас их всего пять, нам нужно десять. Тогда мы сможем с тобой пятерочку отправлять на добычу, например, нектара. И другую пятерочку можем отправлять на добычу меда. Я считаю, что это справедливо. То есть, пять на пять, да? И, кстати, надо будет потом посмотреть, сколько нужно ресурсов для того, чтобы увеличить еще больше себе популяцию. То есть, ну, чтобы у нас было не десять, а, например, пятнадцать пчел. Логично? Я думаю, логично. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Так, а пока выкладываем. Десяточку с тобой сделаем и уже перейдем, наверное, на нектар. То есть, не на нектар, а на переработку нектара в мед. Вот так вот. Жалко, здесь нельзя построить путь, чтобы она сама летала, да? Так, плюс... А что такое плюс один? Видел? Какой-то лепесточек был. Так, сохранение. Все это сохраняется. Давай-давай-давай, пчелка, лети. Сколько там еще ждать-то? Ага, улучшение завершено. Смотри. Максимальное двести, но это у нас комната производства меда. И пятнадцать. Для этого нужно двадцать пять нектара. Слушай, ну двадцать пять нектара, я думаю, это не так много. Тем более, сейчас мы... Закажем с тобой, да? Так, тем более, я выполнил тут еще задание какое-то. Где? Собрать. Опа. Отлично. Так, можно мне сделать рабочих? Королевы уже откладывают яйца. Так, а почему только два-то мне надо... Чего там не хватает, не могу понять. Все есть. А, видимо, тут тоже не так все быстро, да? Вон они, видишь, личинки лежат. Ха. Личиночки-то лежат. В общем, эти ребята, которые у меня сейчас в данный момент порхают здесь, они добывают нектар. А следующую партию мы с тобой закажем на мед. Да? Логично, логично. И вообще у нас будет все шикарно. Так, я думаю, вот это вот уже, наверное, нам надо будет относить именно на переработку меда. Так, смотри, семь. То есть я могу еще заказывать, верно? Ага, вот оно как. Она не может целую кучу там их сразу вылупить. Она вот двоих делает, и все, ребят. То есть как они только появляются, это будет у нас девять. Мы их тоже, естественно, отправляем с тобой за нектаром. В переработку меда. Так, смотри, видишь? Один уже готов. Сюда его подтвердить. Так, работяга. Все. Фулка будет у нас. Десять из десяти. А чтобы нам увеличить еще, сейчас мы посмотрим, что нам надо. Для того, чтобы улучшить... Так, подожди, подожди. Мы хотели вот это, да, с тобой сделать? Построить. Значит, нужно двадцать пять и двадцать пять. Улучшение завершено. Так, эти там у нас отдыхают. Но мы их, естественно, сейчас будем напрягать чуть-чуть. Так, у нас задание здесь выполнено. Собрать. Собрать. Так, еще и пчелы вернулись, да? Короче, здесь... Подожди, а сколько... Блин, подожди-ка. Тут раз, два, три, четыре, пять. И здесь... Вот так. То есть пять на пять, как я и хотел. Ну что, а теперь пойдем строить с тобой еще одну штуку. Именно для хранения пыльцы. Заходим. Выкладываем. Для хранения пыльцы. Вот она. Будет готова через пять минут. Секунду. Теперь давай подумаем. Для чего нам пыльца? Что мы можем с тобой делать за счет пыльцы? Хранилище воска. Пчелы и трутни производят восковые хлопья при помощи восковых желез, расположенных в нижней части их брюшка. Производство пчелиного воска очень важно для пчелиной колонии. Так, он используется для строительства сот, в которых пчелы разводят потомство и хранят пыльцу или запасают мед на зиму. То есть, вы хотите сказать, что здесь еще будет зима? В любом случае, хранилище воска нам нужно будет. Но нам также нужно будет и 25. Уровень 2. Максимальное количество 15. Да, нам нужно с тобой сейчас именно нектар. В чистом виде. Блин, уже тут нигде нет рядом цветочка больше, а? Мы все присосались к этой розе. И все. И больше мы ничего не делаем с тобой. Просто возле розы этой. Так, еще какой-то я получил. То ли листочек, то ли еще что-то в этом роде. Так, ладно, выкладываем. Бежим с тобой дальше. Ну, я думаю, ты понимаешь, да? Если мы с тобой сделаем уже соты по добыче пыльцы, то нам нужно будет, естественно, рабочий. В данный момент у меня 5 на 5 разделение, да, идет. 5 добывает нектар, 5 добывает... Мед. Да бывает они вообще-то все нектар. Ну, просто некоторые приносят его в чистом виде, а другие идут его в переработку. Запускают. Так, кто там у нас халтурничает? Быстро сюда. Работать. Нечего прохлаждаться. Еще я тут один, видите, должен... шпарить. Кстати, я сейчас кое-что еще гляну. Вот эту штуку, что мы с тобой брали, это у нас... Что? Вот это что? А, это смола. Смола нам не нужна, да? Хотя, кто его знает, может быть, и нужна для чего-нибудь. А там же еще можно будет улучшать самих пчел. Да-да. Так, что у нас тут идет? Сколько еще ждать? Две минуты. Так, улучшить. Комната выведения. Мы можем с тобой, если соберем три пыльцы, улучшить комнату. То есть у нас будет с тобой больше намного... Так, а здесь хранилище воска. Тоже обязательно нужно будет сделать. То есть в начале азы идут. Хранилище воска, хранилище пыльцы. Но самое главное все-таки нужно улучшать нашу популяцию, потому что чем больше у нас будет пчел, тем быстрее мы с собой будем добывать ресурсы. Это самое главное для нас. Да-да. А вы, друзья мои, пишите в комментариях, как вам игра. Стоит ли в нее играть? И не кажется ли она вам слишком однообразной? Ну давай-давай, лети-лети. Вот почему они действительно так же не добывают, как и я? Они кружатся здесь, время выжидает. Опять я получил какой-то листочек красный. Уж не знаю, зачем мне эти листочки нужны. Так, пчелы вернулись с добычи. И прохлаждаются, да? Так, нам нужно с тобой 25. Чтобы улучшить нам комнату. Тогда у нас будет 15. 25 нектара. То есть получается еще 9 надо. Еще надо 9. В плане недостаточно ресурсов. Оу, только не говорите, что цветочек... Так, улучшение завершено. По-моему, сейчас, ребята, цветочек-то иссякнет. И что мы тогда будем делать, если на нем все иссякнет? Так, давай-ка посмотрим. Собрать. Замечательно. Так, я теперь могу улучшить. Воу, воу, воу. Тут 15 минут. Не слишком ли жирно-то? Даже долго ждать придется. Так, есть свободно-рабочий? Я понимаю, что есть. Ребята, я больше не могу собирать. Все. Триндец. И что же мне теперь делать? Пойдем искать цветок. А это еще что такое у нас? Ой. Хм. Блин. Ага. Смотри-ка, тут вражеский улей. Или я могу здесь обосноваться? Хм. Пока не ясно. Скорее всего, я там могу обосноваться. Ребята, а где цветок-то взять? Блин, неужели придется армию клепать, а? Вообще нету цветка, прикинь. Вот был один. Мы его, как говорится... Человер... Или же... Или же, ребята, есть такой вариант, что нам нужно просто подождать. Так, погоди. Я могу? Я туда не могу лететь. Так, лишь бы, лишь бы на паука не напороться. Тон, я чувствую, у меня быстренько, как шмяк-шмяк, и все. Так, цветок этот накапливает нектар или нет? Давай проверим. Ха-а. Он не накапливает, ребята, никаких... Нектаров. Так, хорошо. Давай посмотрим, что нам нужно для работяги. Улучшите комнату. Она у нас улучшается. Короче, сделаю солдата. И пойдем мы с тобой отвоевывать... Там, где нектар. Блин, ну тут 12 минут еще ждать. Это, конечно, жесть. Ресурс исчерпан. Найдите новый. Вот это вот самое интересное. Найдите новый. Я видел один только здесь новый цветочек. Но ты же прекрасно видел, сколько там возле него шерщи этих кружатся. Смотри. Как минимум вижу... Раз, два, три, четыре, да? Раз. Два. Три. Три. Опа. Опа. Смотри-ка. Цветочек-то еще здесь есть один. Блин, ну это, ребята... Опасно лететь через них-то. Мне кажется, они ушатают. Я сейчас проверюсь. Я прилечу мимо. Что будет? Ты посмотрел? Ты посмотрел, что они сделали? Вот так вот, ребята Здоровски просто Причем моментально заколбасили Я даже двинуться не мог Да, без армии там делать нечего Без армии там делать нечего В общем, ребята, жду, когда у меня улучшится Вот эта вот комната производства меда Будет 5 доступных ячеек И тогда я сделаю И тогда я ничего не сделаю Потому что мне нужно еще меда Тогда, знаешь что? Я предлагаю, наверное, сделать Да не то, что даже сделать перерыв А закончить на этом нашу серию И я за кадром Пофармлю метка Ну, рабочих, наверное, солдат Мы уже будем с тобой вместе делать В следующей серии Потому что, ну, ты сам посмотри Мне сколько приходится тут облетать Тут будет очень опасно Естественно, мне нужно будет уже здесь мед Да И только в этом случае мы с тобой сделаем Хотя бы одного воина А лучше, наверное, 2 или 3 Пойти отбить То место, где у нас пыльца Потому что там всего лишь одна пчела Или шерчень лазит Отобьем, будем добывать свою пыльцу Пыльца нам тоже понадобится Видишь, что нисколько тут Без дела Бродят очень много Я думаю, ты со мной согласишься, да? Так что всем пока, всем удачи И до новых скорых видосиков Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!